МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нелогично. У школьников начинаются занятия, у студентов начинается учеба. Для нас это уже все привычно, вот эта очередная волна? Увы, да. И для отрасли достаточно уже понятно, как реагировать. Конечно, волна к волне меняется. Надо сказать, что третья волна, она гораздо резче начиналась, но быстрее идет на спад, если сравнить ее с второй. Но, тем не менее, она оказалась сложнее по беременным, больше молодых заболело, ребята. Поэтому, да, готовы, конечно, и мы, как некоммерческая организация, понимаем уже, каким образом будем разворачиваться, докомплектовываем наши штабы, потому что мы ориентируемся, что это будет четвертая, но не последняя. Вот мы уже понимаем изменения, которые происходят от одной волны к другой, по тем же беременным и молодым. Но у нас есть привычка считать, что школьники не болеют. В этом плане мы ждем каких-то изменений, либо мы также спокойно к этому относимся. Школьники не болеют, но, к сожалению, болеют учителя. В сравнении с третьей, с первой волной, в третью и школьников было. Тоже на школьного возраста было больше, и учителя, безусловно, болели, и будут продолжать болеть, если коллективный иммунитет не будет набран, как и любые другие профессии, которые представлены. Тогда, конечно, вопрос к вам, как к экспертам, то, что мы можем посоветовать людям, как себя обезопасить. На данный момент мы с вами знаем один вариант преодолеть и увести пандемию в контролируемое русло инфекции. Это вакцинация. Мы предполагаем, что вошли в такую веру инфекции, и это такая тренировка, тот ковид, который сейчас есть, и нужно научиться реагировать быстро. Нет времени на очень долгие исследования, внедрение вакцины в том числе. И надо сказать, что ничего принципиально нового-то не было придумано. Эти вакцины, их варианты уже существуют, и мы все к ним привыкли, и большинство детей у нас вакцинированы аналогичными некоторыми вакцинами, поэтому здесь нужно больше, конечно, информации, я думаю, для населения. Эта информация действительно большой недостаток, и при этом есть огромное количество людей, отрицающих эту информацию, антипрививочники в том числе. С чем вы связываете такое их количество? Ой, вы знаете, во-первых, это, наверное, накопленная уже усталость людей. Людям на самом деле очень мало информации. На отрасли сейчас колоссально возросшая нагрузка в сравнении с тем, что у нас было до ковида, конечно. Новых кадров за 18 месяцев мы физически не успели приготовить, а нагрузка, она лавины на нас обрушилась дополнительная, включая и вакцинацию, сам ковид и помощь при нем. Поэтому людям недостаточно информации, и не всегда они могут дотянуться до человека, у кого они могут спросить, и кому бы они вообще доверяли. Очень много, вы знаете, рассуждений везде. Телевидение, YouTube, информационные источники по вреде. Я всегда говорю любому человеку, ставьте, пожалуйста, под сомнение все, что вы читаете. Вот, и, пожалуйста, прислушивайтесь тем, для кого это профессиональная деятельность, кто в этом должен разбираться, потому что он учился понимать в этом. Не прислушивайтесь к людям, которые либо около как-то медицины, либо уже давно забыли, что такое научно-исследовательская деятельность или практика в целом уже не знают. Ну, в общем, не надо придумывать, что можно гинекологию лечить у онколога. Вот нельзя это смешивать. Вы уже сказали о том, что на отрасли сейчас огромная нагрузка. Это бесспорно. И здесь, как мне кажется, есть две стороны. С одной стороны, мы понимаем, героизация профессии происходит заслуженная, и профессия врача сейчас особенное место занимает. С другой стороны, мы всем понимаем, как сложно быть врачом. И это, наоборот, верно и негативно сказывается на спросе на эту профессию, на новых кандидатов. Когда ты понимаешь, что быть врачом действительно дико трудно, ты уже не так хочешь туда идти. Что сейчас происходит с этим планом? Ну, нам предстоит серьезно проанализировать ситуацию, которая произошла в этом году, потому что мы видим по всем медицинским университетам тяжело закрывается коммерция. Некоторые университеты с трудом закрыли бюджетные места. И, наверное, на моей памяти это впервые за последнее время. Возможно, это связано с тем, что школьники в этом году могли не сдавать ЕГЭ, те, кто планировал поступать в средние. Надо сказать, что средний балл, например, в колледже Крутовского у нас 4,8 по бюджету в этом году проходной. Это высокий средний балл. Но, тем не менее, мы видим, что высшие образовательные учреждения – не закрытые места, как коммерческие, так и бюджетные. Поэтому тут пока рано, наверное, говорить, что пострадал престиж врача в целом. Но если анализировать обратную связь от тех, кто заканчивает в этом году, ребят, то, конечно, когда их спрашиваешь, с кем сейчас у них ассоциация, они в первую очередь говорят, что это очень уставшие люди. Они видят, что многие для них… Они же очень многие дети врачей. Они говорят, что такая безнадежность, потому что непонятно, когда впереди это все вообще закончится, когда перестанет нужным быть разворачивать госпиталь, сворачивать, плановую помощь сворачивать, разворачивать и так далее. И, конечно, выпускники, а многие из них совершеннолетние, они очень хорошо себе представляют, что вообще ковид, так случилось почему-то в нашей стране, стал проблемой отраслевой. Вот не общегосударственной. Государство помогает здравоохранению решать эту проблему. Но все-таки, наверное, вы, наверное, сами видите, что даже вот в первую волну мы гораздо больше поддерживали медиков, больше было акций… Ну, понятно, все были очень мобилизированы, это было только начало. И напуганы. Сейчас, конечно, гораздо меньше мы видим благодарных каких-то… И я не скажу, что коллеги это ждут. Нет. Но я не могу отрицать, что это точно для них приятно, важно, потому что кто-то 18 месяцев, не выходя в красной зоне, продолжает работать. Для кого-то это уже вообще новая абсолютно профессия. Поэтому, конечно, и выпускникам это видно. Но, тем не менее, мы видим, что образовательные учреждения стараются. Наш медицинский университет продлил прием заявлений на коммерческий набор, на платную основу до 10 сентября, человек может подать заявление по ЕГЭ, по результатам, и поступить на коммерцию. И до второго, завтра последний день, прием документов по вступительным экзаменам. Это если у человека среднее образование есть, например, ЕГЭ у него уже нет, среднее образование у него есть, он по вступительным экзаменам будет конкурс преодолевать. Важно, что в прошлом году был сделан такой серьезный шаг навстречу выпускникам. В этом очень регион, конечно, был заинтересован. Отрасль в целом, командой Министерства здравоохранения, законодательного собрания и медицинского университета, наверное, в первую очередь, были инициированы образовательные сертификаты. Это дает возможность ребятам, студентам, которые учатся уже на платной основе, закончить сессию успешно, это 4 и выше, если это первая сессия, то это 4 и 5, и претендовать на образовательный сертификат. Это сделает фактически учебу бесплатной до окончания университета, если они продолжат оставаться на хорошем уровне успеваемости. Это очень мало в каких регионах России подобные какие-то существуют программы, когда мы уже оплачиваем коммерческих студентов из регионального бюджета. Поэтому это для многих сейчас станет существенным, решающим, я бы сказала, тезисом в решении, куда отдавать документы. Для абитуриентов сказали, для тех, кто уже учится, тоже важная информация. Есть для школьников, что мы можем сказать, если у школьников какая-то возможность составить свое мнение о профессии врача, ближе с ней познакомиться и как-то представить себя в будущей профессии. Да, Красноярский край в этом смысле лидер в России по количеству школьников, выпускников программы медицинского добровольчества. Мы первые в России в 16-м году стали добавлять дополнительные баллы при поступлении тем, кто закончил добровольческую практику. Для нас это очень важный признак в человеке, был он добровольцем или нет. И сейчас мы с сегодняшнего дня открываем опять программу, мы ее закрываем на гребню каждой волны и между волн мы ее открываем. Вот с сегодняшнего дня появился доступ на волонтерскую функцию в колл-центрах в регистратурах для школьников, несовершеннолетних Красноярского края. И они могут обратиться абсолютно по той же логике, как и раньше. Сайт Министерства здравоохранения регистрируется как медицинский добровольец, им приходит вся инструкция. И они приходят, что они будут делать? В большей части ребята будут обзванивать население, на предмет приглашать их на углубленную диспансеризацию, на вакцинацию, переписывать, если где-то что-то с вакцины пришла, человек стоял на очереди. Для нас это существенная помощь, для ребят это возможность внутри отрасли посмотреть, как в самое горячее время все работает. Никогда еще не слышала о такой программе. Это давно у нас или это новшество? С 2014 года сама программа медицинского добровольчества работает. До ковидный год у нас ее заканчивало примерно полторы тысячи детей в год по Красноярскому краю. Она представлена на территории всего Красноярского края, практически во всех муниципальных образованиях. У нас открыты 103 площадки в учреждениях здравоохранения и первичного звена, и стационары. А есть ли какое-то понимание, возможно, даже аналитика, как это на самом деле влияет на детей в плане их профориентации? Нет ли обратного эффекта, когда человек поработает в наших поликлиниках, в наших больницах и поймет, что, ой, как это сложно? Есть. Я не могу сказать, что сложно. Часть ребят понимают, что они абсолютно иначе себе представляли профессию. И это очень хорошо. Мы вообще до ситуации этого года никогда не были ориентированы на именно профориентацию. Для нас это была профессиональная проба. Нам нужно было, чтобы те абитуриенты, которые не готовы будут связать жизнь и судьбу с нашей профессией, к нам просто не определились поступать. И поэтому в течение года за 150 часов добровольчества, я скажу, что достаточно много, примерно процентов 30 ребят просто не заканчивают. Они приходят, они начинают первые 50 часов, понимают, что это вообще среда не их. Им не то, что тяжело. Нет. Они понимают, что они хотят себя видеть в другом образе на рабочем месте. Они хотят получать, возможно, другие деньги. Они не хотят подстраиваться под окружающих людей, потому что это все-таки в первую очередь профессия про понимание, что перед тобой больной человек. И вот они на это не готовы. И они отказываются. Я правильно понимаю, что эти люди, они бы все равно отсеялись, но здесь есть возможность раньше. Но гораздо позже. Они бы заняли однозначно чье-то место, вероятнее всего. Потому что мы видим, что... Я преподаю в медицинском университете, и я вижу, когда многие ребята уже на старших курсах честно признаются, что мы иначе себе представляли. Была романтика, понимаете? У белого халата, и у вас наверняка с детства, это очень романтичный образ. Ведь это очень в культуре в нашей значимый образ, это интеллигенция, это всегда престижно. Кто бы что ни говорил. И сейчас я убеждена, что ни одному медику никогда не стыдно сказать, что он из медицинской среды. Нет таких людей, я не встречала. Поэтому очень часто они идут туда, потому что родители этот образ героя в них воспитали, не объясняя, что за этим следует. Очень часто они приходят, потому что им кажется, что это на самом деле очень безумно оплачиваемая работа. Ну и различные варианты. У всех своя причина к нам прийти. Раньше был еще такой отдельный пласт стереотипов, не знаю, сохраняется ли он сейчас. Если у тебя хорошо с биологией и химией, тогда ты медик, тогда иди в это направление. Это так? Ну, это традиционно так считается, потому что это одни из вступительных экзаменов обязательных, поэтому сложно просто поступить, например, на лечебный, если у тебя биология и химия вообще не тянешь, ты просто не поступишь. На самом деле мы заинтересованы в людях, у которых очень душа, готовая на эту судьбу. Потому что, знаете, нашу профессию выбрать – это определить свою судьбу, еще и всей своей семьи, всех, кто рядом с тобой, будет разделять вообще твое время, сколько тебе отведено. Поэтому это серьезный шаг, но это такой, вот он такой, обратно оплачиваемый этот шаг благодарностью людей и вот этой причастностью к тому, что все-таки большинство моих коллег, я часто себя не отношу к этой части, потому что я сейчас не практикующий врач, я не могу про себя такое сказать, а ведь большинство из них реально каждый день имеет отношение к жизни человека. И так не скажешь ни при всем моем уважении, ни про многих бизнесменов так не скажешь, да про многие профессии так не скажешь, а про моих коллег так скажешь. Поэтому я всегда с глубоким уважением отношусь вообще к медикам, любым, врач, кто будет, или медицинская сестра, про них, про средний медицинский персонал вообще отдельно разговорить. Это такие помощники, и чем содержательнее врач обычно, и опытнее, тем больше он ценит вообще средний медицинский персонал. Поэтому welcome к нам. В завершении нашего разговора прошу вас несколько слов сказать как раз тем ребятам, которые сегодня успевают в тот самый дополнительный набор завтра, 2 сентября, один из последних дней, к ним обратиться, буквально три слова, их зарядить на их будущую профессию. Первое, что нужно сделать, сесть и хорошо подумать вообще, что ты знаешь, чего ты стоишь. Потому что это, я говорю, цена решения велика. А во-вторых, понять, что, может быть, этот год – это один из немногих шансов относительно легко в эту профессию войти и получить высшее медицинское образование для тех, у кого раньше по разным причинам. Может быть, не было времени на подготовку дополнительную. В общем, разные причины. Поэтому, ребят, мы постараемся, чтобы ваше время каждого года было точно оправдано, если вы с нами готовы быть партнерами в нашем образовательном процессе. Алена Миронова, лидер движения «Волонтеры-медики», кандидат в депутаты Законодательного собрания Красноярского края. Спасибо вам за этот разговор. Это была программа «После новостей». Не переключайтесь, вы смотрите ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова